Ивановские коммунальщики на выдумке гораздо. Рабочие управляющие компании «Вектор» придумали собственный способ борьбы с протекающей крышей. Все прелести нового изобретения испытал на себе житель дома номер 7 на улице Богдана Хмельницкого Александр Дерябин. В понедельник, когда с потолка на кухне полилась вода, мать молодого человека незамедлительно сообщила об этом коммунальщикам. Позвонили в управляющую компанию, пришли ремонтники, все сделали. У меня не было дома, я был в командировке. Мама сюда не могла залезть. Сделали, вода текла. Во вторник текла, в среду текла. Я приехал в среду, залез и увидел это. Увидел, как они сделали ремонт. Натянули просто клеенку. Все. Один конец клеенки обмотали вокруг трубы, другой прижали кирпичами. По задумке местных самоделкиных, вода должна была стекать по клеенке вниз, в слив, а после в канализацию. Но все пошло не по плану. Одна висела, другая изначально лежала, чтобы, может быть, растекалась и сохла. Не знаю, что с каждым думали. Вот все сырое. Вот одна вода. Молодой человек рассказал нам, что дозвонится до горя ремонтников в ООО «Вектор». Они с матерью пытались со вторника, но трубку коммунальщики не брали. Мы, в свою очередь, тоже предприняли попытку связаться с управляющей компанией. Разговор не заладился. Протечка не устранена, и на самом деле работы там такие сомнительные. С кем можно эту тему связаться? Не подскажете? Сейчас я переведу вас на директора. Если она в кабинете, у вас нет трубочек. Угу, хорошо. После столь короткого разговора мы обратились в администрацию города. Связались с начальником управления ЖКХ. Тот, в свою очередь, с руководством «Вектора». И только после этого Грошева Надежда Александровна, руководитель управляющей компании, вышла с нами на связь. На камеру комментировать ситуацию она отказалась, но по телефону объяснила, пусть и не в самовежливой форме. Работа была направлена на временное устранение течи. А то, что вода продолжала лить и после ремонта, пояснило отсутствием повторных жалоб. И все же ситуация разрешилась положительно. Нам пообещали, что в пятницу рабочие снова приедут в проблемный дом. Также будет проведена экспертиза, после которой специалист назначит сумму материального ущерба пострадавшим.